Корабль SpaceX Crew Dragon с первыми космическими туристами успешно состыковался с МКС. Инженер-энтузиаст собрал работающий джетпак в собственном гараже. Система защиты от дронов отследит до 500 целей одновременно. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Четыре частных астронавта миссии AX-1 успешно добрались до Международной космической станции. Капсулу Crew Dragon в космос вывела ракета Falcon 9. После разделения ступеней, первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль, который находился в Атлантическом океане. Путь к МКС занял около 20 часов. Стоимость одного билета в космос составила 55 миллионов долларов. Космические туристы будут находиться на МКС 8 дней, в течение которых проведут более 25 научных исследований и демонстрации технологий. Первая полностью гражданская миссия Axion Space является первой из нескольких частных миссий на МКС, которые стартап планирует запустить в ближайшие годы. Всего компания заказала у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon в период с 22 по 23 годы. Даниэль Гант, основатель малоизвестной компании Aston Dynamics, продемонстрировал прототип летающего ранца под названием Skypack V1. Его главное преимущество в том, что он сделан практически на коленке, с применением самых простых и доступных компонентов. Поэтому Skypack V1 выглядит неказисто и не может похвастать выдающимися параметрами. Однако он выполняет главную функцию – летает вместе с полезной нагрузкой на борту. Сам Гант подниматься в воздух на своем детище не рискует и пока отправляет в полет манекена. Одна из причин – сложности с балансировкой. Плюс все 12 пропеллеров Jetpack пока не имеют защиты и находиться вблизи Skypack V1 реально опасно. Алюминиевый профиль громоздкий и тяжелый – 36 килограммов, а вместе с опорной рамой весит все 77. Заряда аккумулятора хватает только на 2 минуты полета. В будущей версии, на которую изобретатель сейчас собирает финансирование, он надеется установить защиту, заменить алюминий на карбон, поставить в дополнение к батареям генератор. Skypack станет весить 45 килограммов. Его грузоподъемность возрастет до 135 килограммов, а длительность полета – до 30 минут. После этого можно будет задуматься о создании коммерческой версии. Компания Teledyne FLIR Defense, которая специализируется на разработке тепловизоров и датчиков, представила мобильную систему подавления беспилотных аппаратов под названием LVSS. Установку разместили на шасси грузовика Ford F-250. В последние годы во многих аэропортах участились аварийные ситуации с участием беспилотников, управляемых либо безответственными владельцами, либо которые находятся в руках преступников. В качестве средств противодействия разработаны самые различные средства, включая обычные дробовики, дроны-охотники, набрасывающие сети, устройства, вызывающие радиопомехи, а также дроны-камикадзе и даже орлов. LVSS – система гораздо более сложная, чем все перечисленное выше. Она не разменивается на борьбу с отдельными целями. Ее ТТХ позволяет обнаруживать сотни беспилотных летательных аппаратов, которые находятся от нее в дальности до 3 километров и на высоте свыше 450 метров. Время развертывания LVSS – менее минуты. За это время она успевает поднять мачту на 5-метровую высоту и включить аппаратуру. Время свертывания мачты – полминуты. Радар отслеживает до 500 целей одновременно. При этом его камера, работая в инфракрасном диапазоне, отслеживает не только вражеские дроны, но и самолеты с помощью объединенных усилий ПО, оператора и искусственного интеллекта. В Теледайн сообщили, что LVSS может нейтрализовать вражеские беспилотники на дальности до 1,5 километров с помощью радиоимпульсов мощностью 30 ватт. При этом автомобиль может двигаться или стоять на месте. Компания Smart наконец готова показать серийную версию своего электрокроссовера Concept 1. Новый Smart выглядит во многом похожим на прототип. Серийная версия сохранила безрамные окна и стеклянную крышу. Вместе с тем инженеры отказались от некоторых концептуальных излишеств, таких как двери-ножницы, большие 21-дюймовые колесные диски и два кресла сзади. Установлен стандартный трехместный диван. Электромобиль получил батарею емкостью 66 киловатт-часов, которая обеспечивает запас хода до 440 километров. При этом зарядка аккумулятора с 10% до 80% от сети переменного тока мощностью 22 киловатта занимает 3 часа. А при использовании сверхбыстрой зарядки постоянным током для того же восполнения заряда требуется не менее 30 минут. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 200 киловатт. 272 лошадиных силы, крутящий момент 343 ньютон на метр. Он развивает максимальную скорость 180 километров в час. Компания Dyson представила футуристическое устройство The Zone, которое объединяет в себе активные наушники с системой шумоподавления и приспособления для очистки вдыхаемого воздуха. Как пояснили в компании, шум и грязный воздух – неизменные спутники современных городов, и есть ощутимая потребность в защите людей от них. Однако старые технологии – респираторы и беруши – уже не актуальны, а нужны новые, умные устройства. Лицевая часть устройства подвижная, она опускается при ходьбе и поднимается, если надо поговорить или выпить кофе. Модуль не прилегает к лицу, там оставлен зазор, через который два крохотных насоса подают воздух. Он закачивается через отверстия в дужках, проходит фильтрацию и подается к носу уже очищенным. Причем заявлено, что такой подход позволит защитить человека от многих патогенов в воздухе. У воздушного фильтра четыре режима работы, у наушников три. Базовый отсекает все звуки, аварийные глушат шумы, но передают важные сигналы, вроде сирен городских служб или оповещения по громкоговорителю. Третий режим разговорный, вся защита отключается, а лицевая часть отодвигается от арта. В Dyson не уточнили, сколько весит The Zone, как долго работает на одном заряде батарей и сколько стоит устройство. На этом у меня все, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и пишите комментарий внизу. Подписывайтесь на все наши полезные проекты, ссылки вы найдете в описании. С вами был Андрей, канал Инстартинг Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok